В рамках единого дня старта приемной комиссии 20 июня в отделе квартал комплексного молодежного центра сфера амбассадоры техникума проводили мастер-классы по специальностям и профессиям, обучение по которым проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Я амбассадор профессионалитета Дмитровского техникума, обучаюсь на специальной защите в чрезвычайных ситуациях, которая ушла в команду профессионалитета в 2023 году. Мои обязанности входят рассказывать абитуриентам о профессионалитете, о его возможностях. У нас впереди много целей и задач, которые мы готовы выполнять и выполнить. Профессионалитет набирает обороты. Дмитровский техникум – базовая организация кластера правоохранительная сфера и управление федерального проекта «Профессионалитет». Он стал обладателем гранта в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Профессионалитет». Государственные программы Российской Федерации развития образования. С 1 сентября 2023 года на базе техникума распахнут в свои двери 11 новых мастерских и лабораторий, где студентов будут готовить по наиболее востребованным профессиям в рамках федерального проекта. Амбассадоры Дмитровского техникума подготовили для дмитровских старшеклассников много интересных мастер-классов. Я являюсь амбассадором федерального проекта «Профессионалитет». Нахожусь на третьем курсе «Поварское и кондитерское отделение». Развивается этот проект и очень хорошо в нашем техникуме, благодаря новейшим оборудованиям. Советую всем идти к нам, наши двери всегда открыты и рады всех видеть. Я представляю компетенцию «Поварское и кондитерское отдело», «Ответление ресторана и сервис». На старших курсах можно это пройти. Отключают себя три профессии – бармен, барист и офицер. Среди представленных мастер-классов также были защита в чрезвычайных ситуациях, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрических сетей, информационные системы и программирование. Также ребята представили специальность технология индустрии красоты и поварское и кондитерское дело. Мы их знакомим с нашей профессией, поварское и кондитерское отдело. Мы их учим работать с мастикой. Направляем на профессию именно кондитерское отдело, потому что это больше направление не туда. Сегодня вот они делают мастер-класс по мастике, лепят всякие красивые фигурки и образовую фантазию показывают. Я учусь на второй, уже перехожу на третий курс в ластово-кондитерского отдела. Вообще я очень хотела пойти на эту профессию, мне с самого детства нравилось. В восьмом классе мне дали возможность. Я попробовала себя в разных конкурсах и по сей день тоже на них участвую. Мне очень нравится эта профессия, буду продолжать. Может, даже на высшее образование тоже пойду на голосовой стадии. Целью федерального проекта «Профессионалитет» является развитие кадрового потенциала, тиражирование лучших практик, а также развитие сетевого взаимодействия и создание благоприятных условий для развития практико-ориентированной модели подготовки кадров. Очень интересно, мне нравится идея. Мне очень понравились девочки, которые пришли с МЧС или откуда-нибудь там. Ну, в общем, они рассказывали про первую помощь, это мне очень нравится, интересно. Я в школе тоже таким занималась. Вот мальчиков и электриков тоже прошли, тоже очень интересно рассказывали, очень все понравилось. Вообще я как бы уже девятый класс заканчиваю, но у меня вообще нет идей, то есть я как бы вообще не определилась. Мне все интересно посмотреть, узнать. Вот как раз это вот мероприятие очень помогает. Я ученица восьмой школы, восьмого класса. Сегодня я на профориентациях. Я уже была на профессии парикмахера и на профессии повара-кондитера. Больше всего мне понравился повар-кондитер, потому что мне импонирует готовка, особенно готовка кондитерских изделий. Мне кажется, что такие мероприятия очень подходят для подростков, и я считаю, что они должны проводиться как можно чаще, потому что подростки в основном не знают, куда идти после школы, особенно после девятого класса, а это отличный вариант для выбора будущей профессии. Ну, мне кажется, они очень важны для подростков, потому что это поможет выбрать будущую профессию. Ты как бы наглядно тренируешься, выбираешь, смотришь, делаешь. Тебе помогают, если что-то не получать. Поэтому, в принципе, ты благодаря этим мастер-классам можешь спокойно определить, куда ты хочешь вступать и что тебе нужно в этой жизни. Мероприятие без сомнений прошло с большим успехом. Будем надеяться, что ребята благодаря мастер-классам все-таки определились с выбором будущей профессии.